Дорогу бизнесу. Инициативным людям нужно оказывать всяческое содействие. Именно это ставится во главу угла на еженедельных совещаниях в администрации района по поддержке инвестиционных проектов. На очередном таком совещании рабочей группы по улучшению инвестиционного климата предприниматели представили три новых проекта. Прежде чем приступить к их рассмотрению, руководитель администрации Алексей Валов попросил показать, как идут дела по доработке проектов, уже рассмотренных на предыдущих инвест-часах. Заслушав информацию по одному из них, по ферме для разведения кроликов, птиц и овец, он поручил сделать все необходимое, чтобы ускорить работу. Я чего прошу, сейчас в срочном порядке надо обработать и помочь ему в составлении бизнес-маза ФПО. И, соответственно, готовить предоставление земли сейчас. Предоставление земли – ключевой вопрос для предпринимателей. Для кого-то из них это и своего рода преграда для успешного ведения бизнеса. Районная администрация сумела отработать алгоритм помощи в получении земли. Предоставление земельного участка по соглашению с правительством Московской области без торгов. Но там достаточно трудоемкая процедура. Необходимо подготовить бизнес-план, пакет документов, финансовые гарантии, предоставить и подать в правительство. Первый из рассмотренных проектов называется «Экобокс». Он о контейнерах для приема батареек и люминесцентных ламп. Проект и природоохранный, и социальный. Контейнеры планируется разместить вблизи жилых домов, чтобы жители могли приносить сюда в экологическом отношении опасные отходы. Руководитель администрации Алексей Валов предложил эти контейнеры, насколько это возможно, приблизить к местам проживания людей, чтобы они, когда шли выносить мусор, не проходили биво. На совещании предложено проинформировать руководителей, управляющих компанией, о том, что такие экобоксы появятся во всех микрорайонах и во всех дворах. Еще один из проектов касается создания в районе Центра палеотивной медицины, или, как это можно назвать более известным термином, хосписа. Фактически на всех инвестчасах обязательно появляются новые проекты, связанные с сельским хозяйством. Вот и на этот раз состоялся разговор о довольно масштабной идее, о создании фермы для разведения более 500 коз. Предложение сделано от людей, которые уже имеют опыт ведения подобного хозяйства, пока, правда, в меньшем варианте. Для них все тоже упирается в наделение бизнеса, достаточным по размеру участком земли. И тут понимают, что здесь с ними разговаривают глаза в глаза, предлагают варианты реализации инвестиционных контрактов без каких-то условий, только помощи. Андрей Цехадович, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».